Когда я переступил порог Евангельской Церкви, я попал на собрание и стал слушать проповедь пастора. Ничего не понял, но одна фраза вошла в меня, и не давала мне покоя. Это Галатам 6, глава 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеять человек, то и пожнет. Собрание закончилось, я пришел домой, а этот стих звучал во мне, ночью просыпался, а он звучал во мне. Что посеять человек, то и пожнет. Я проснулся утром, он звучал во мне. Я ожидал в своей жизни счастья. Я ожидал в своей семье отношений и любви. Но я сеял неправильные вещи. Но я сеял неправильные вещи. И Бог мне открыл. И Бог мне открыл. Я стал вникать в Слово Божие, я стал читать Слово Божие. Я понимал, что я не могу поступать. Я просил у Бога силы прощать, любить. Слушать Его в своем сердце. И поступать так, как хочет Он. Вдруг вокруг все начало меняться. И тогда, все начали меняться. Изменились отношения с женой. Изменились отношения с детьми. Изменились отношения с родителями. Изменились отношения с людьми. Только по одной простой причине. Что Слово Божие изменило меня. покуда я буду жить у Бога есть шанс всегда изменить меня как только я остановлю пройдет обратный процесс покуда мы будем жить мы будем нуждаться в Божьих изменениях мы будем противостоять греху до последнего дыхания нашей жизни дьявол будет искушать но войдем в небо не потому что мы без греха но потому что мы никогда не согласились с ним и противостояли ему в Духе Святом и как только начал я приходить в церковь Бог начал работать надо мной вдруг позвонил мне вдруг позвонил один композитор в Тюмени он пригласил меня к себе на студию и сказал Андрей, я написал несколько песен приди послушай я слышал твоя жизнь устраивается может ты их запишешь, споешь может у нас какой-то проект родится и я понял мечта детства возвращается мне так казалось и я пришел послушал эти песни они мне не понравились но я подумал может с этого стоит начать записал эти песни Тюменское телевидение Тюменское телевидение записало клипы на эти песни и я даже не знал но в свое время их отправили был такой поэт в Москве Танич Михаил и отправили Михаилу Таничу и вдруг я никогда в этом жанре не участвовал и вдруг меня приглашают в Москву на конкурс, который организовал Михаил Танич он назывался «Песня на воле» это был первый в России конкурс такой по шансону было пять конкурсантов и один из них был сегодня популярный в России Григорий Лепс у нас было пять конкурсантов мы пели в ночном клубе при гостинице Москва клуб назывался Манхэттен Экспресс это был 96-й год в 1996 молодежи было пол Москвы после нас пели профессионалы я пел в последний день а после меня пел Михаил Круг популярный певец того времени Михаил Круг мы раздевались с ним в одной гримерке и вы знаете, после всего этого Танич пригласил меня говорит, Андрей, переезжай в Москву я приглашаю тебя работать в группу Лесоповал брат, я с переводчиком не часто работаю так что ты успевай но если ты начнешь ходить в церковь если ты захочешь посвятить Ему свое сердце если ты захочешь служить Ему дьявол даст тебе все он даст тебе деньги он даст тебе позицию твои несбыточные мечты будут возвращаться только чтобы ты не сходил в церковь и не служил Ему тебя будут открываться возможности у тебя будут открываться двери а Бог будет смотреть на твое сердце я ничего не сказал Таничу я поехал в Тюмень я приезжал на своей машине и чем ближе я подъезжал к Тюмени тем больше я понимал я не вернусь туда я просто приходил в церковь я просто сидел как вы и слушал проповеди и для меня была великая радость что у меня есть семья что у меня есть дети что жизнь моя меняется что Бог со мною это все что мне надо мне больше не нужно ничего мне нужен только Он но однажды на собрании Бог проговорил мое сердце а почему ты не хочешь спеть? я думаю ну и правда подошел к пастору и говорю а можно выучить песню под гитару и спеть? конечно пожалуйста в начале 90-х было все просто я выучил песню искал такую чтобы никто не знал перевернул много там кассет разных нашел она называлась Птица в клетке она была похожа на мою жизнь это так мне было и я ее с удовольствием выучил и вот в одной из собраний я подошел к пастору и сказал я выучил христианскую песню готов спеть он все хорошо я тебя позову а я сижу и думаю вот сейчас меня вызовут а я как спою а все как узнают кто с ними сидит узнают какой среди них певец находится и сразу будут обращать внимание я же знаю как это в мире происходит и вдруг пастор объявляет а вот брат у нас хочет спеть я выхожу уверенной походкой беру гитару, одеваю начинаю петь и чувствую как руки затряслись и чувствую как ноги затряслись и чувствую как всего затрясло и не понимаю что происходит и я пел на сценах и не боялся а тут что со мной не понимаю пою и думаю зачем такую длинную песню выбрал когда она уже закончится кое-как допел поставил гитару, сел на стул и думаю вот опозорился больше никогда в церкви петь не буду а вдруг сердце слышу сын мой здесь прославляется не плоть а мое святое имя мы здесь чтобы славить его аминь чтобы прославлялось его имя собрание закончилось подошла сестра ко мне и говорит не хотел бы братик попеть в хоре в прославлении а через год я уже был руководителем хора я был уже руководителем прославления а в девяносто восьмом году когда наш пастор уезжал в одну благословенную страну на постоянное место жительства выбирали пастора и на сцене стояли два человека а я сидел в первом ряду и было членское собрание которое затянулось а я сидел и думал и тот хороший, тот хороший кого не выберут с теми буду слушать и вдруг голос в сердце а ты хотел бы быть моим служителем а я подумал я и проповедовать не умею я и не знаю как церковь вести да ну придет что-то в голову и отбросил это проходит пять минут пастор объявляет есть еще два человека у которых пасторское сердце называет меня еще одного Андрея тот встает и берет самоотвод и говорит этот Андрей сам справится пастор вызывает меня на сцену и говорит церковь давайте проголосуем то ли все уже устали от церковного собрания домой торопились конечно я понимаю что в этом Бог вся церковь единогласно проголосовала за меня через два дня пастор уехал я с улыбкой махал ему а потом понял завтра же служение и я даже проповедью не успел приготовиться и вот представляете я выхожу и про себя думаю господи ну что я буду говорить а Бог говорит открывай Библию и читай я открываю пятую главу Евангелие от Матфея всем известная Нагорная проповедь блаженные плачущие ибо они утешатся счастливые люди которые плачут за Бога счастливые люди которых будут бить за Бога счастливые люди такие и вдруг я начинаю понимать что Бог вкладывает в мое сердце понимание стандарты христианского счастья хочешь быть счастливым человеком читай Нагорную проповедь там все написано для твоего счастья присутствие Божие в твоей жизни гарантирует благословение и счастье тебе твою долу твоему служению церкви где ты ходишь и посещаешь и так началось мое служение все было не так легко не так просто я думаю многие понимают но вот что я хотел бы сегодня сказать через неделю мы будем праздновать Пасху мы будем праздновать Победу на Голгофском Кресте там разрушен всякий грех там разрушено всякое нечестие там есть полная свобода я люблю приходить к Голгофскому Кресту это единственное место где дьявол не может быть я люблю исповедоваться перед своим Господом своих слабостях и кровь его умывает меня от всякого греха пастор смотрит на часы роман с переводчиком наверное чуть подлиннее будет договаривались на 20 но раз переводчик договаривались без переводчика но я уже заканчиваю я просто хочу поделиться тем что есть на сердце чуть-чуть засвидетельствовать себе итак первое Коринфянам кто записывает 15 глава там есть 55 стих и дальше смерть где твоя жало где твоя победа сегодня всякий приходящий Господу получает прощение и спасение но я как пастор а теперь уже как старший пастор по Тюменской области имею некий опыт и понимаю почему народ Божий не свободен почему нас тянет ко греху почему мы пренебрегаем Голгофой почему мы приходим поднимаем руки а личных отношений не пытаемся строить со своим спасителем знаете я хотел бы еще напомнить в книге Иисуса Навина 11 глава 21 стих я сокращаю просто есть такое интересное место Израиль завоевал всю землю фактически была полная победа остались только в Газе в Гефе и в Азоте 3 небольших города которые не могли повлиять на них даже внимания не обращали весь народ радовался и торжествовал в победе они успокоились разошлись по коленам и начали жить но в числах 33 глава 55 стих Бог говорил если вы их не изгоните они будут тернами для вас если ты однажды пришел к Голгофскому кресту если однажды Бог вошел в твое сердце это не значит что с каким-то грехом ты можешь согласиться в своем сердце и в своей жизни тебе нужна полная победа с Израилем так и произошло знаете и написано в первой царств 17 глава с первого стиха когда филистимляне вышли на войну с Израилем и вдруг из филистимлян поднялся воин Голиаф как вы думаете из какого города из Гефа он ругался он унижал он оскорблял и он был который был маккан если ты сегодня еще позволяешь унижать своих детей унижать свою жену если ты сегодня еще позволяешь своей жизни за глаза что-то говорить про пастора я это говорю в духе я не говорю ради чего-то мне ничего не нужно если ты продолжаешь еще кого-то унижать и про кого-то плохо говорить однажды это настолько восстанет в твоей жизни что оно витеснет Христа и свое сердце я сегодня в этот день хочу напомнить победа на Голгофе совершена но свободно ли наше сердце вы знаете буду быстро буду сокращать в книге судей 16 глава 1-2 стих там написано одном благословенном человеке и вошел однажды Самсон в Газу и вошел к блуднице это город который не оставили который не изгнали это те вещи в нашей жизни когда порой я проповедую церкви говорю когда уделяют больше времени смотреть какие-то сериалы смотреть какие-то подозрительные фильмы читать какую-то непонятную литературу лилеть свое сердце какими-то непонятными флиртовыми историями и они filled their heart with all kinds of books я уж не говорю про что-то серьезное я не говорю про эти sins которые мы называем sins Иисус Навин Джошуа я имею победить эти города я тебя ничего не составляла победить эти города в свое время три города которые остались there was just three little cities that were left at that time it was so easy to just overcome them when it was time to do it тебе сегодня ничего не стоит исповедовать все что не так открыть Господу свое сердце призвать Его силу Его могущество и не жить в поражении а жить в победе если ты это не сделаешь однажды присутствие Божие может уйти из твоей жизни потому что написано еще вот первая царств пятая глава с первого стиха что филистимляне однажды взяли ковчег Божий и унесли его в азот третий город we also read about this one instance in the book of kings that philistines they took God's property and they took it to the third city азот ковчег это символ Божьего присутствия непобежденный грех of the covenant однажды восстанет против тебя и заберет Божье присутствие в твоей жизни у тебя есть возможность открыть это перед Богом и жить внутри своего сердца и полной победе чтобы царство его созидалось в твоей жизни would be expanded in your life я хочу помолиться за вас я хочу благословить вас я хочу чтобы вы жили в победе я сегодня узнал что примерно так и называется ваша цель пусть Господь благословит вас may God bless you